Я хочу еще раз расшифровать послание, которое вот уже полтора дня Бруну выставляет и все мастеры-дистрибьюторы по чатам. Нужно адекватно переводить все слова. Значит, изъятие БТС на наши кошельки из пендинга будет производиться в следующем порядке. Почему это может занять определенный период? 15 дней это не только для пендинга погашения. Тут целый период работ озвучен, я расскажу о нем. Так вот, смотрите, у нас 11 числа именно приостановлены выплаты были командой, которая занимается привязкой платформы, разрабатывает именно кодировку платформы. Поэтому, что они решили сделать? Учитывая, что не успели, по многим причинам не успели партнеры сделать регистрации, когда была объявлена регистрация и всем регистрироваться, мы не смогли пройти верификацию. А именно по верификации производится привязка наших платформ к нашим бэк-офисам EagleBitrade. Учитывая, что сейчас объявлена верификация через e-mail, там в e-mail мы пишем свою фамилию, логин и почту. Это и есть привязка и верификация вашего счета. Поэтому на сегодняшний день, чтобы не откладывать опять на 15 дней, президентам было принято решение открывать выплаты в порядке, который существовал до этого. То есть автомат вывода пендинга на наши кошельки. Кошельки, которые указаны у нас с адресами наши личные биткоиновые кошельки. Что это означает? В целях сохранности наших с вами средств было сказано, что после беседы с жуниором он сразу выставил в 9 вечера вчера сообщение. Так вот, в целях сохранности было принято решение, что это займет какой-то период. То есть, допустим, пендинг разблокируется технически, автомат технически разблокируется за какие-то дни. Допустим, 11-13, либо 11-15, и пошел вывод автоматом всех тех, у кого в этот день стояло. На другой день пендинг разблокируют, допустим, 15-17, либо 15-18. Я привожу пример, как это будет. В один день невозможно вывести за 20 дней пендинг. У меня до сих пор висит большая сумма за 3 вывода. Там большая сумма. Поэтому, естественно, не будет произведена эта выплата в один день. Для чего? Если делать это в один день, можно обвалить систему. Нужно понимать, что вот такой массовый оборот всей этой большой суммы, которая там висит, это подтверждение транзакции. Вы же понимаете, что такое подтверждение транзакции. Это отдельный учет, это отдельная схема, отдельная тема. Поэтому было принято решение, что пока команда заканчивает создание и персонализацию наших адресов в кошельках, биткоиновых адресов, и дать нам возможность выводить деньгами вот эту тысячу, в кнопке меню появится кнопка вывода тысяча в день на этот период. Потом вернется лимит нормальный, сейчас лимит тысяча в день. Так вот, вывод в эквиваленте фиатном, да, и мы пока не можем, пока не закончена привязка адресов на платформе, мы получать будем в фиате. Вот за эти 15 дней мы будем получать эти деньги на платформу. Далее вы можете их выводить теми способами, которые там указаны. Там есть дополнительные возможности, куда вы можете вывезти. Но мы же хотим биткоины покупать. Вот за эти 15 дней должна быть закончена привязка персонализированных адресов на платформах по вашей верификации. Именно поэтому сейчас не затягивать время, а отправлять верификацию. Может пройти верификация личности, адреса не пройти, неважно, потом отправите следующие документы. Но верификация личности вашей пройдет по вашему документу, по вашему логину, вашей почте и фамилии. Это важно. Потому что все новые партнеры, сказано так, что после 15 дней все партнеры, которые будут регистрироваться, потом они будут верифицироваться и проходить верификацию в Иглбит. Одновременно на платформе увязка уже будет дана и 72 часа подтверждение адреса верификации платформы будут идти в автомате по загрузке документов в автомате на платформе Иглтрейдкарт. Поэтому вот этот 15-дневный период, это период, что называется, момент времени закончить все по привязке. Потому что далеко не... Вообще зарегистрировалось там 15-20% только, когда мы объявили еще две недели назад, что регистрируйтесь. Не регистрировались. И так как уже по вине программистов, либо почему, какая ошибка выдавалась именно на сайте, что мы не могли загрузить документы, то верификация не могла быть произведена и аутентичность личности, привязанных к кабинету, не могла быть сделана. Именно поэтому президент принял решение разблокировать и включить кнопку автомат на вывод пендинга вот в таком режиме. Нам будут выводить их быстро, но в режиме, вот я объяснила о каком, растянется на какой-то период по дням, по периодам. Но это будет в автомате. И в автомате будут идти тысяча в эквиваленте фиат на платформу с момента подачи кнопки в меню в веб-офисе. Отдельно по картам. Естественно, все, кто будут в Дубае, получат карты на руки. Как карта привязывается в веб-офис? Карта номерная. Учитывая, что моя личность представлена мной самой в Дубае, естественно, я ее получу, потому что у меня номерной тикет, билет, а там указывается паспорт, я верифицирована, я получу свою карту на руки. Президент сказал, что какое-то количество будет на ответственность лидеров отдана по регионам. Я не думаю, что это будет по России. У нас очень сложная верификация адресов. Поэтому решаться вопрос по странам СНГ как раз и будет в Дубае, потому что мы уже озадачили Бруну, озадачили президента, что у нас особая верификация. У нас нет форм, которые приняты во всем мире по платежным поручениям, по счетам за услуги верифицировать свой адрес проживания. Банковская справка будет проходить либо нет. Я беру свой российский паспорт, чтобы показать, какая у нас верификация по проживанию. Поэтому я не знаю как, но мы с этим сталкиваемся неоднократно. Бруно об этом знает. Инфинитум фламп, было все то же самое. Поэтому я думаю, мы какой-то консенсус найдем, какое-то решение найдем для этого вопроса. На сегодняшний момент я всем рекомендовала проводить верификацию тем, что вы имеете. Есть банковская справка? Замечательно. Есть квитанция? Замечательно. Нет. Последняя страница паспорта. Делайте, как получится на сегодня, чтобы понять, что пройдет, что нет. Потому что в Дубае конкретно мы и будем этот вопрос решать и подтверждать тем, что есть. У многих есть просто справки по регистрации, по временной регистрации такими справками. Без разницы, что у вас есть, тем сегодня и верифицируйтесь. Отправьте на e-mail вот эти адреса, чтобы они видели, какое количество документов, какой формы приходит. Это тоже важно. Я просила всех лидеров это сделать, довести до каждого. Что отправляйте? То, что есть. Не знаю, как у нас получится для лидерской группы России. Дадут ли нам карты на руки? Я не знаю, потому что верификация сложная и непонятная. И вот как будет производиться привязка? Они же не именные, они по номерам. И эти номера необходимо отправить по конкретному адресу. И по этому адресу уходит кодировка, которую вы привязываете в бэк-офисе. Я не знаю, как по этому списке составлять. Не стоит. Только те, кто будут в Дубае, карты получат 100%. 3000 карт – это капля в море, которые первые. И вот за 15 дней, когда все будет налажено, это все то, что конкретно будет идти уже по верификации через ваш бэк-офис. Конкретно карта будет оформляться на вас по верифицированным данным. Пока что, ну, что сможем, мы, конечно, сделаем. Я не уверена, что получится вот массово для России брать карты. Не уверена.